Алла Пугачёва высказалась по поводу телевидения. «Я долго терпела, но терпению моему пришёл конец. Невозможно смотреть телевизор. Оттуда просто лезет грязь. Да такая грязь, что из телевизора начинает вонять. Но самое главное, что льётся это всё не из вторичных каналов, а из главных, национальных. Из каналов, которые должны людей информировать и развивать. Скажу точнее, это первый канал и канал «Россия-1». Как вы знаете, на одном из них работает мой муж. Но слава богу, он не имеет к этому отношения. Вообще никакого отношения. И я этому рада. Так как он честный интеллигентный человек, которому не позволило бы воспитание вести такие программы. Причём ни за какие деньги. А если бы ему и стукнула молния в голову, то я бы ему эту голову живо на место поставила. Я краснею от таких программ, как на самом деле и прямой эфир. Программы, которые ведут Шефелев и Малахов. Я даже не могу сказать, кто из них хуже. Меня просто выбесили истории с Шурыгиной и Джигарханяном. Как можно было опуститься до такой низости в истории с изнасилованием. Шепелев чуть ли не спрашивал, какого размера был у насильников. Вы понимаете, про что я говорю. Мало того, Дмитрий Шепелев подливает ещё масло в огонь пошлости и разврата. Не понимаю, как они в студию не вынесли трусы насильников и лифчик Шурыгиной. Лично для меня это загадка. А история с разводом Армена Джигарханяна – это просто позор. Так мало того, это просто преступное руководство к действию, которое сподвигнет молодых девушек к замужеству со стариками с целью обогащения. Инструкция уже вышла во всех программах. Шепелева, Малахова и ещё одного нового молодого ведущего, который заменил Малахова на первым. Шепелев просто упал в моих глазах после этих программ. Я увидела его с алчной стороны. Мне просто противен стал этот человек вместе с этими так называемыми экспертами. Думаю, что так продолжаться не может. Надо делать коллективное обращение в Госдуму с требованием закрыть эту бесовщину.